Этот текст можно считать официальным месседжем от Интерпола, но у нас уже есть версия произошедшего, и она, скорее всего, подтвердится, может быть, с некоторыми деталями и новыми именами, и не только азербайджанскими и армянскими. Начальником подразделения или части, где произошло это трагическое событие, был человек, позже оказавшийся на скамье подсудимых за совместный бизнес и коррупционные связи. Этот самый начальник в свое время имел полное досье на каждого курсанта, и он хорошо знал, кем является Рамиль Сафаров, а именно то, что Рамиль Сафаров – племянник капитана Эннской воинской части, имеющий много успешно завершенных операций в период Карабахской войны и нанесший урон врагу. Рамиль Сафаров и был послан на курсы вначале в Турцию, а потом в Евгению, чтобы продолжить патриотические и военные традиции своей семьи. Но и армянская сторона, конечно же, отслеживала судьбу лучших боевых представителей азербайджанской военной и не только, но и научной технической элиты, что было уже давно и продолжается сейчас. И свидетельство чему безвременный уход не просто уход, но и уничтожение, убийство многих славных сынов и дочерей нашей страны, Азербайджана. Таким образом, судьба Рамиля Сафарова, конечно, была предрешена, но дело повернулось неожиданно в другом направлении и приняло другую форму. То есть произошло то, что было неожиданным. Сценарий был совершенно другой. А именно то, что Рамиль Сафаров, доведенный до отчаяния, вступил в рукопашный бой и в результате, схватив топор, использовал его в виде холодного оружия. А дальше как будто бы тайна. Почему? Потому что Рамиль молчит. Ни за что на свете он не расскажет, что было на самом деле. И его враги знали, что он будет молчать. Честь мужчины не позволила ему рассказать об этом, даже под страхом смерти. На глазах у Рамиля изнасиловали его девушку, в которую он был влюблен, уже будучи в Венгрии. Иногда с ней встречался, прося увольнительную у командира. Тот, понимающий, кивал и позволял ему отлучаться, преследуя свои цели, а именно собирая компромат, чтобы использовать азербайджанского военного в своих целях и интересах. С другой стороны, армянские курсанты, прекрасно осведомленные о том, кто с ними служит вместе, начали травлю. Вспомните, чей племянник Рамиль Сафаров и скольких армянских солдат уничтожил его дядя в Карабахской войне. Армянские курсанты, пользуясь покровительством начальника, заинтересованного в моральном унижении азербайджанского курсанта, чтобы легко его подчинить себе и заставить выполнять любые указания в будущем, изловчались в издевательствах и травле Рамиля. Тот, проявляя выдержку военного и понимая ситуацию, не поддавался. Тогда армяне, в числе которых был и убитый Рамилем Сафаровым Гурген Маркарян, растоптали в клочья азербайджанский флаг, облили военный мундир Рамиля мочой и положили ему под подушку свежий кал. Так что он прилип к волосам Рамиля, когда он перевернул подушку во сне. И утром он вышел в душевую с калом волоса, что видели и другие курсанты, и почувствовали запах. Обратите внимание, что никто не был наказан, а ведь были свидетели и, конечно, рассказывали друг другу. И, наконец, последнее. Изнасилование девушки-турчанки. Как это произошло? А очень просто. Она жила неподалеку и работала в магазине, который содержала ее знакомая из Эрзерума. В дверь постучались, сказали, что от Рамиля передал ей цветы. Он действительно посылал ей цветы, время от времени делая сюрприз. Она открыла дверь, зашли двое и ее изнасиловали, разорвав ей губу и поранив лицо. Девушка не обратилась к врачам и не выходила на связь с Рамилем. Вообще не выходила из дома, а потом незаметно уехала в Турцию, так и не попрощавшись с ним. В чем было дело, он не знал, думал, что был другой. В магазине молчали, сказав, что она уехала. Теперь самое главное. В тот день его позвали в комнату на разборку. Дверь была заранее открыта. Его ждали, он и вошел. После недолгого разговора на повышенных тонах, оскорбили его девушку и показали ее фото. Эти фото уже есть у закрытого следствия. Осталось только, чтобы их обнаружили в дополнительном официальном расследовании. Для чего оно должно обязательно начаться? Именно по требованию Европейского Совета по правам человека. Потому что это уголовное дело переросло в страшное продолжение того же самого преступления в отношении Азербайджана. Этот текст считается официальным месседжем от Интерпола. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok